Нам очень приятно, что сегодня в Российском центре науки и культуры проходит первый этап конкурса чтецов для школьников, для старших классов армянских школ. Вы всё, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. С волновым находили бы по комнате, и что-то веское в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора восстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел — катиться дальше, вниз. Любимые, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонбище людском я был как лошадь, лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в разворочённом буре и быте, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несёт нас рог событий. Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь. Корабль в плачевном состоянии. Земля — корабль. Но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой, в прямую гущу, бурю, в юг, её направил величаво. Но кто же из нас на палубе большой не падал, не плевал и не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я, по дикий шуму, но злело знающий на рот, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимый, я мучил вас. У вас была тоска в глазах уставы, что я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что я в сплошном дыму, в разворочённом буре быти, с того и мучаю, что не пойму, куда несёт нас рок событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином, и чувствую и мыслью войном, и говорю за праздничным вином хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе неженых чувств, я вспомнил вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был, и что со мной усталость. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения скручей, теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда, не мучил бы я вас, как это было раньше, за знамя вольности и светлого труда. Готовы идти хоть? Да, Ламаша, простите меня. Я знаю, вы не так, живёте вы с серьёзным умным мужем, что не нужна вам наша маята, и сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведёт звезда, под кущей обновлял веселье. С приветствием вас, помнищим, всеком, знакомым нашим Сергеем Юрьевичем и Саня. Саня, а кони, кони, видно, чёрт их на землю принёс. В селихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слёз, ни луны, ни собачьего лая, вдалеке, в стороне, в пустыре. Подержись, моя жизнь, да лая, я ещё не навек постарел. Пой, емщик, перекор этой ночи, хочешь, сам я тебе подпою про лукавые девичьи очи, про весёлую юность мою. Эх, бывало, заломишь шапку, ты заложишь в огловле коня, да прияжешь на сено охапку, вспоминай лишь, как звали меня. И откуда бралась осанка в полуночную тишину, разговорчивая Толянка уговаривала не одну. Всё прошло, поредел мой голос, конь сдох, опустел наш двор, потеряла Толянка голос, разучившись вести вести кого. Но и всё же душа не остыла, так приятны мне снег и мороз, потому что над всем, что было, колокольчик хохочет до слёз. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.